Сегодня у нас в гостях Кутакужанов Арман Женисович, врач, пластический хирург. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы с вами будем говорить на тему мамопластики. Скажите, чаще всего кто обращается и почему обращаются? Ну если мы говорим про мамопластику, то чаще всего обращаются женщины, скажем, в возрасте до 60 лет, от 20 до 60, вот так вот, где-то здесь, с целью получить красивую грудь. Чаще всего увеличиваем или уменьшаем? Чаще увеличиваем. И скажите, пожалуйста, до какого возраста показано? Можно делать? Ну, в принципе, здесь ограничений по возрасту нет, потому что были пациенты, кому, скажем, 60, тоже хотели иметь красивую грудь в силу тех или иных причин. Ну, то есть, женщина продолжала чувствовать себя женщиной, видимо, была востребована. Тогда какие ограничения есть? Ограничения есть, ну, как правило, они связаны со здоровьем, то есть, женщины, и в частности, со здоровьем молочной железы. То есть, есть определенные, как бы, перечень обследований до того, когда принимаем решение об операции. То есть, сначала женщина идет на консультацию к мамологу, мамолог, соответственно, проводит обследование, может быть, назначает дополнительное что-то, может быть, как бы, визуально там, и после этого выносит вердикт. То есть, можно делать, либо нельзя делать. Могут быть, конечно, рекомендации, вам, девушкам, например, стоит делать, или девушкам вам не стоит делать, но это, как бы, уже такого разговорного плана. А с медицинской точки зрения есть определенные противопоказания, то есть, воспалительные, допустим, какие-то образования, либо опухолеобразования, носящие такой вот не совсем хороший характер. И поэтому, вот, в общем-то, мамолог уже дает это первый специалист, который говорит, вы знаете, в принципе, оперироваться вам можно. После этого там уже проходит дополнительное обследование, которое носят характер, знаете, каких, то есть, насколько здоров тот или иной пациент. То есть, не сама железа, а общее соматическое здоровье. И после этого уже принимается решение. Случаи были, когда пришлось отговаривать пациентку? Ну, конечно, конечно, не раз. То есть, приходит женщина красивая, грудь, ну, скажем так, второго размера, и она хочет больше, например. То есть, своя грудь достаточно красивая, ну, как бы, в погоне, может быть, за чем-то лучшим. Ну, я противник в этих случаях оперировать людей. Ну, чем вот апеллируете в этот момент? Как вы ей доказываете, что не нужно этого делать? Ну, вы знаете, если человек себе уже внушил, что ему это необходимо, переубедить достаточно сложно, но, тем не менее, как бы, в меру моих способностей стараюсь отговорить. То есть, я вижу, что грудь красивая, как врач, допустим, как мужчина, то есть, все в порядке, зачем делать больше? Ну, пришла женщина с решимостью, все, я хочу сделать операцию тут же на стол или все-таки будем убеждать и смотреть, проходить анализы, да? Пришла женщина, да. То есть, у нее хорошее настроение, либо у нее плохое настроение, ушел мужчина, и она решила доказать, что она самая красивая, сделать грудь. Ну, вы знаете, у нее завтрашнее настроение может поменяться, например, а это операция. Ну, в крайнем случае, то есть, на первой консультации, то есть, никогда не принимается решение о том, что мы завтра, пусть завтра, или сегодня, тем более, будем делать операцию. То есть, мы смотрим, мы разговариваем, то есть, мы принимаем какое-то определенное решение, после этого женщина направляется к мамологу. Да, конечно, то есть, за этот период вполне возможно, она 10 раз поменяет свое мнение, 10 раз поменяет решение, и пройдя, как бы, через вот эти все ступеньки, то есть, если она возвращается, потом уже, соответственно, принимается решение о подборе импланта, то есть, о размере и так далее. Насколько опасна имплантация? Дело в том, что в интернете очень много сейчас информации по этому поводу, да, женщины друг другу советуют тех или иных хирургов, а потом появляется еще такая информация, что девочки, не делайте, это очень опасно, это вызывает ряд заболеваний и все такое прочее. Ну, вы знаете, видимо, кто-то столкнулся с тем, что у, допустим, действительно у человека возникли какие-то проблемы после операции, ну, может быть, имплант был неадекватно подобран, то есть, несколько больше, чем нужен был, может быть, возникли контрактуры там или еще что-то, ну, специфически связанные именно с имплантацией. Возможно, у кого-то действительно прогрессировало те или иные, допустим, узелки мастопатийные или еще что-то, ну, хотя, как правило, то есть, при правильном размере импланта, при правильной технически выполненной операции, осложнений, связанных с имплантом, не бывает, например. Другое дело, что если женщина, например, скрыла результаты, то есть, у нее были узлы и, скажем, достаточно такая неблагоприятная мастопатия, может быть, или там опухолевое заболевание, и она пришла к врачу, ну, и заболевание параллельно развивалось, скажем, там, с течением времени, то в данном случае нельзя связывать это именно с тем, что были установлены импланты. Скажите, при имплантах можно ли рожать и кормить грудью? Если имплант, установленный под мышцу, то они ни в коей мере не соприкасаются с тканью, с железистой тканью. В принципе, женщина может и рожать, может и кормить, и неоднократно это делать. Другое дело, что имплант, находящийся под мышцей, он достаточно жестко фиксирован, то есть, он не смещается никуда. И поэтому грудь, после того, когда она наполняется молоком, соответственно, происходит инволюция, то есть, железистая ткань, кожа может оказаться перерастянутой, и она может поменять свою форму. Есть, конечно, счастливые женщины, которые неоднократно рожают импланты, неоднократно кормят, и грудь как бы находится у них в прекрасном состоянии. В другом случае, то есть, необходимо сделать маммопластику уже фиксирующей, то есть, поднять молочную железу, например, вернуть ее в исходное положение, либо имплант опустить чуть ниже. Но это уже решается индивидуально, например. Бывали случаи, когда грудь терялась? Грудь терялась? Конечно, бывали случаи. То есть, вы положили куда-то имплант, и он у вас потерялся. То есть, если имплант установлен, то потеряться вряд ли он может. Хотя, вы знаете, есть, скажем так, не совсем правильные способы и методы установки имплантов. То есть, если имплант, то мы говорим о нечто, имеющем капсулу гладкую или шероховатую, и наполненную внутри либо гелем силиконом, либо физраствором. Есть же, допустим, такой вариант увеличения молочных желез, который считается в Америке, допустим, преступлением, когда увеличат молочную железу введением каких-то некапсулированных, скажем, субстанций. То есть, это может быть гель, это может быть, собственно, жировая ткань, например. То есть, откачали в одном месте, шприц набрали, вели. То есть, за рубежом, говорю, в Америке считается это уголовным преступлением. В данном случае, если таким образом даже грамотный хирург, например, ввел в межфасциальное пространство, то представьте себе, допустим, при нажатии на грудь или, как был случай, то есть, при торможении, то есть, ремнем надавило женщину. Безопасность. Да, и вся вот эта масса, которая была закачана, и, в общем-то, сделали инъекцию, женщина вышла с красивой грудью, и буквально там в течение недели, по-моему, от отказа случился, то вся эта масса у нее переместилась куда-то под мышку. Ну, таким же образом она может переместиться куда-то дальше. Поэтому, как бы, я думаю, тот врач, который проводил такую манипуляцию, я думаю, предварительно говорил женщине, что эта масса, она, в принципе, не фиксирована, то есть, она может гулять. Если женщина пошла на это, то, в принципе, тут и высока доля ее ответственности тоже. В общем, прежде нужно посмотреть, что мы себе хотим делать, да, и от чего это зависит. Все-таки от грамотности, от профессионализма хирургов, и, наверное, не нужно быть такими чайниками, да, прежде чем идти на эту операцию. Вы знаете, сегодня я уже даже не знаю таких людей, которые бы пришли неподготовлено. То есть, как правило, большая часть людей, они уже перелопатили весь интернет, то есть, они приходят, они знают такие вещи, которые, может быть, даже я не знаю. Но это не потому, что я, например, не профессионал, а потому что, ну, представьте себе, приходят и спрашивают вопрос, а можно ли летать после установки имплантов в самолете? Я говорю, какие проблемы? Ну, говорят, что импланты в воздухе, вернее, в связи с изменением давления, то есть, они взрываются. Я как бы ни разу не встречал такие случаи, да. То есть, имплант можно повредить, но я даю, то есть, у меня лежат как бы такие вот образцы имплантов, то есть, которые женщина может сама подержать в руках, помять, покрутить, посидеть, постоять на нем, попробовать порвать, но это весьма сложно сделать. Плюс импланты, которые заполнены гелем, они устроены таким образом, что гель не вытекает. То есть, даже если оболочка была повреждена, ну, там, я не знаю, упала женщина на кухонный нож, удачно так грудью, например, ну, то, в принципе, просто имплант подлежит замене, и все, а так, что гель куда-то вытек или нет. Потом еще такое мнение бытует, часто спрашивают, а через какой срок импланты нужно будет поменять? Есть, как бы, принципиально два вида имплантов, то есть, импланты, которые наполняются, то есть, они находятся в пустом состоянии, ну, как воздушный шарик, ну, вот так вот. Это как раз именно те импланты, которые доступом через пупок можно поставить там, или буквально через пропол, через прокол, и вот они наполняются физраствором. Это один вид имплантов. Второй вид имплант, который уже наполнены, как правило, они наполнены уже силиконовым гелем. Вот те импланты, которые наполняются физраствором, якобы клапан, через который наполняются, может пропотевать, вернее, вот сам физраствор может пропотевать через этот клапан, и импланты немножко, как бы, подздуваются. И, соответственно, говорят так, что солиновые импланты, то есть, подлежат замене через 5-8 лет. Силиконовые импланты, наполненные силиконом гелем, они такой болезнью, как правило, не страдают. То есть, мы их ставим, и, в принципе, женщина ходит с ними пожизненно. Единственное вопрос о замене возникает тогда, когда, ну, вот представьте себе, женщина неоднократно откормила с имплантами, то есть, кожа еще больше растянулась, то есть, нужно либо уменьшить кожу, либо поменять имплант на больше, допустим. Ну, то есть, по эстетическим показаниям. Как мужчины относятся к тому, что их женщина решила изменить? Вы знаете, мужчины фактически все относятся позитивно, то есть, я не встречал негативно настроенных мужчин, разве только в том случае, если женщина приняла самостоятельное решение, и его, как бы, как главу семьи не проинформировала, сама тихонечко пришла, то есть, в этом случае, да, мужчины, бывает, возмущаются. Хотя, в принципе, впоследствии, то есть, ну, не было случая, чтобы женщины жалели о том, что они сделали эту операцию. То есть, даже те операции, которые я считаю, например, с эстетической точки зрения, ну, не вполне, как бы, адекватными, то есть, я не совсем доволен от него. То женщины говорят, нет, все, меня все устраивает, все прекрасно, меня устраивает, мужа устраивает, всех устраивает, ну, ради бога, чего. Значит, женщина сделала операцию. Какой период, я имею в виду по срокам реабилитации, и как она проходит? Вот. То есть, если, допустим, девушка или женщина, там, думает, что сейчас я сделаю операцию, а вот завтра у меня как раз свадьба, я уже даже, да, я уже даже платье заказал, вот как раз с учетом, как бы, новой своей формы, то здесь немножко придется осадить коней. Почему? Потому что есть определенный период, который связан именно с реабилитацией, то есть, с восстановлением. Когда женщина получила новую грудь, это не значит, что завтра она может идти на вечеринку. То есть, новая грудь сначала будет отекшей, как правило, закрытой, может быть, либо эластичными, допустим, там, бинтами, либо специальным компрессионным бельем, который рекомендуется носить где-то в течение месяца. И в этот период, возможно, ну, обычные, как бы, хирургические или послеоперационные осложнения, то есть, где-то гематома, где-то лимфома, допустим, где-то, может быть, воспаление и так далее. Сейчас, допустим, вот, есть прекрасное послеоперационное оборудование, которое позволяет восстановиться, ну, скажем, в разы быстрее. То есть, период восстановления может занимать уже, например, не месяц, а где-то две недели. Очень быстро проходит боль и так далее. И здесь очень важно видеть, каким, допустим, доступом была сделана операция. То есть, есть разные виды доступов, то есть, откуда мы заходим, откуда формируем карманы и откуда, как бы, помещаем импланты. То есть, в одних случаях мы получаем очень простой, легкий доступ и быструю реабилитацию, восстановление, но заметный рубчик. В других случаях рубчик будет скрыт, скажем, где-то в складке, но восстановление идет несколько дольше, например. То есть, женщина здесь уже, пациентка, вместе с врачом принимается коллегиальное решение, то есть, совместное решение, как мы это все сделаем. Есть виды доступа, которые тоже достаточно легкие, но они связаны с тем, что женщина после этого, как бы, она четко говорит, я после этого кормить не буду, рожать не буду, соответственно, и так далее. То есть, можно использовать, как бы, другой, например, доступ. Вот такие вот моменты. То есть, от доступа, от общего здоровья, допустим, женщины, у вас зависят сроки реабилитации. Ну, и бывает, возникает такой вопрос, а можно ли мне, допустим, после операции, через неделю, там, тренироваться? Опять-таки, зависит, что у вас за тренировки. То есть, одно дело, когда вы просто пешком гуляете, скандинавская ходьба, ну, да, замечательно. Другое дело, когда вы занимаетесь фитнесом, прыгаете, там, скачете или, там, плаваете, то, соответственно, здесь тоже, как бы, это тоже все может влиять на то, насколько вы будете быстро восстанавливаться. То есть, может быть, вы прирожденная, там, я не знаю, спортсменка, и вы без спорта ни дня жить не можете, и после того, когда сделали операцию, пошли, поскакали, то, соответственно, что-то можете себе повредить, например. Другое дело, что если вы то же самое начнете делать спустя, там, два-три месяца после операции, то, пожалуйста, в воле делайте это. Что бы вы хотели пожелать всем-всем нашим женщинам? Быть красивыми, женственными. А что в вашем понимании женственности? Как вот мужчина спрашивает, как хирурга, пластическая? Это комплексное понятие такое, знаете, очень емкое, которое, когда женщина воспринимает себя как женщину, то есть, не как лидера, не как руководителя, не как какого-то работника, а именно как женщину. То есть, женщина, она находящаяся рядом с мужчиной, может быть, даже там на шаг чуть-чуть позади, но тем не менее, именно в этом случае женщины являются, они даже просто не знают, каким оружием они владеют, то есть, своим обаянием, своей красотой, своей мягкостью, своей уступчивостью. То есть, мужчины готовы все сделать ради них в таком случае. Если только они вот не впереди, не в горящую избу, там, до коня. Роман Женицевич, большое вам спасибо за беседу и на память от нашего телеканала вам календарь и свежий выпуск газеты Рабат.